Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан, несмотря на тревожные предзнаменования, состоялось вчера в понедельник 13 ноября. Ну, как положено, в понедельник 13 в ЦУРИ все глючило, включалось и выключалось произвольно. До начала совещания на экран прорывались ролики, отключались микрофоны. Дамы и господа, здравствуйте. Добро пожаловать в Китай, в Шанхай. И тут включилась трансляция, и на экране появился Хабиров. Живой, здоровый и даже не кашлял. Я немедленно стал звонить в Ватикан мансиньору Виктору Мануэлю Фернандесу, который руководит конгрегацией веры и занимается всеми вопросами проявления чудес по всему земному шару. Порко Мадонна, мансиньор Виктор, вскричал я, срочно бросайте все и приезжайте к нам в Башкирию, у нас здесь чудо исцеления. За три дня человек победил ковид. Ну, почему-то кардинал Фернандес как-то скептически отнесся к моему приглашению. Квесто Туэ Хабиров Эгва Станко де Тутти, ответил мне Фернандес и повесил трубку. Ну, в общем, не поверили. Ватикане в это чудесное исцеление, не поверим, наверное, и мы. С места в карьер Хабиров заговорил о каких-то людях в Ишимбае, которым нужно починить УАЗик. Почему-то дал какое-то там задание начальнику Ишимбае. Вообще, выглядело это достаточно странно. Но, повторюсь, вопреки тому, что в минувший четверг, четыре дня назад, Хабиров был объявлен заболевшим ковидом, причем, а вера он официально, уже в этот понедельник, он сидел вплотную к 71-летнему Толкачеву, толкая локтем слева его, а справа он толкал локтем Назарова, вовсе не боясь никого заразить, не нося никакой маски, ну и действительно, являя нам либо чудо исцеления, либо наглую ложь, которую мы все с вами должны проглотить. Во вступительной части оперативного совещания был микродоклад Марго Булучевой о том, как здорово они провели время в Шанхае и как отлично там поучаствовали в очередном форуме. Марго было набрала побольше воздуха в легкие, чтобы с восторгом рассказать, как это все происходило, как, значит, там она выявила совершенно неимоверные перспективы сотрудничества с Китайской Народной Республикой, запустили ролик, опять чак-чак, девушки в монетах, лисьей шапки, играем на дудках и разговариваем с китайцами, но Хабиров как-то раздраженно ее прервал, сказал, чтобы она сократила свое выступление. Очевидно, что Ради Фаритович терпеть не может, когда кто-то замечательно, хорошо и качественно отдыхает без него. Подытожили укороченный доклад Маргариты Болчевой тем, что Хабиров сам собирается в апреле 24-го года ехать в Китай. Ну, ишь, вот уж тогда, как говорится, наиграемся на Курае там в сласть, а сейчас, как говорится, помалкиваете. Ну, конечно, тут можно скептически относиться к этим планам, где Хабиров и где апрель 24-го года. В общем, поживем, увидим. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео, тем самым вы продвигаете наше видео в системе YouTube. А также не забывайте помогать нашему каналу материально. Помните, что мы существуем исключительно на ваши пожертвования. Помочь каналу можно через расчетный счет, который мы демонстрируем в каждом нашем выпуске и указываем в описании под каждым нашим видео. Заранее спасибо за каждый ваш трудовой рубль. Следуя заведенному ритуалу, поинтересовались, как там дела в ЖКХ и на дорогах. Ирина Александровна Голованова сообщила, что за минувшую неделю в республике не было ни одного отключения коммунальных ресурсов свыше 8 часов протяженностью. И 14 отключений меньше 8 часов случились в городе Уфе. Под отключение попало 62 квартирных дома. Голованова считает это большим достижением. То есть ни одного отключения свыше 8 часов и всего лишь 14 отключений на 62 дома, это считается очень здорово, отлично. И уже пора ей какое-нибудь еще звание заслуженного кого-нибудь вручить. Хабиров поинтересовался, как там дела с отоплением. Прочаковская с места заявила, что отопление в республике Башкортостан на самом высшем уровне. Полный порядок. И только единичные случаи жалоб фиксируются в ЦУРе, но, как говорится, с мутьянами проводятся разъяснительные работы, и они больше так не будут. Как выразила Спарчаковская, цитирую, Уфа абсолютно подтянулась. Ну, то есть помните, на прошлой оперативке там Хабиров топал ножками на Орджоникидзовский район, вот теперь в Орджоникидзовском районе абсолютно все хорошо. Так что жители, те, у кого не греют батареи, вы все врете, либо паникуете. В общем, все, вопрос закрыт, отопление подключено. Вместо господина Клебанова ситуацию на дорогах докладывала его заместитель Любовь Викторовна Минакова, которая сообщила нам, что за минувшую неделю случилось 77 ДТП, в них пострадало 87 человек, и 11 человек погибло. Цифра 11 в месяц стала достаточно стабильной в последнее время для показателей смертности на дорогах, но, тем не менее, количество погибших в 2023 году все еще на 30 меньше, чем в 2022. Ну, в общем, это неплохо, будем признавать. А вот пьяных на дорогах задержали сильно больше, чем в прошлом году. Количество пьяных водителей, официально задержанных за рулем, уже вплотную приблизилось к 13 тысячам, а у нас еще впереди полтора месяца 2023 года. Так что ситуация на дорогах так или иначе нормализовалась, несмотря на то, что с этими дорогами в этом году практически ничего не делали в плане ремонта. Далее последовало два доклада подчиненных Хабирова на тему бессмысленного и беспощадного освоения бюджетов. Сначала на арену выпустили подсудимого, но все еще не осужденного министра туризма и поддержки предпринимательства, Рустема Авзалова, суд над которым, кстати говоря, должен начаться в Сибае сегодня, в этом самом далеком, на таком родном для Авзалова Сибае, именно 14 ноября начинается судебное разбирательство по делу о превышении должностных полномочий. И, в общем-то, Авзалову грозит тюремный срок, но что-то мне подсказывает, что не зря суд был перенесен в Сибае и сценарий будет несколько иной, что и с Беляевым. Так вот, Рустем Ахматкаримович сходу заявил, что экономика Башкортостана по сути висит на волоске малого и среднего предпринимательства, а то, что полтора десятка крупных предприятий формируют примерно 80% налоговых поступлений, это, по мнению Ахматкаримовича, ложь и западная дезинформация. Авзалов так и заявил, цитирую, «малое и среднее предпринимательство – фундамент экономики Республики Башкортостан». Ну и точка, как говорится. А он, Авзалов, мужественно заложил в этот фундамент 210 миллионов субсидий, чтобы фундамент, как говорится, не крошился. Злые языки, конечно, шепчут с англосаксонским акцентом, что откаты в сфере субсидий малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан уже достигают 50%. Но мы же не можем верить этим англосаксонским злым языкам, если перед нами кристально чистый Ахмед Каримович, и, как говорится, уверовать в то, что он положил себе в карман 100 миллионов из этих субсидий, мы никак не можем. Ну, никак не можем. Отмечу отдельно, что во время доклада Рустем Ахмед Каримович Авзалов именовал Хабирова почему-то Ра Фаритович. Вот именно так он и произносил. Ра Фаритович. Ну, то ли буквы он экономил, то ли уже у Авзалова Хабиров ассоциируется с верховным египетским божеством богом Ра. Следующая докладчица была министерка труда, социальной защиты и семьи Ленара Иванова. Ленара Хакимовна поведала дорогому Радю Фаритовичу и всем нам о своей неимоверной удаче. Ей удалось выбить из федерального бюджета 260 миллионов рублей и еще 500 миллионов рублей из бюджета республиканского на то, чтобы, внимание, реконструировать центры занятости. Впоследствии Ленара Хакимовна собирается их объединить то ли с МФЦ, то ли с центрами «Мой бизнес», это уже не важно. Ленара Хакимовна просто тряслась от предвкушения освоения вот этих 760 миллионов рублей. Ведь в этом освоении содержится самое вкусное. Ремонт, окраска, покупка мебели, техники, рассадка сотрудников, слияние и объединение всяких юридических лиц, вот самое то, что вот прямо самый ЦИМИС, вот эти все контрактики, вот эти все подрядчики, это вот и 760 миллионов. Аж дух захватывает от того, как круто можно вообще на этом всем, как говорится, разжиться и поживиться. И вот в этом вихре конкурсов и подрядчиков, конечно же, ну, много что можно потерять. Но это вот не задача. У меня один вопросик. Ленара Хакимовна, неужели реконструкция центров занятости это самое важное на фоне того, что вы нам доложили совсем недавно, что безработица в Башкирии минимальна. У нас, как говорится, посетителей может не найтись для этих центров занятости. У нас колоссальный дефицит кадров. У нас директор МПО рассказывает о том, что ему 4300 терять. Но это вот не задача. У меня один вопросик. Ленара Хакимовна, неужели реконструкция того нет, всего нет. Людей не хватает в торговле, в IT. Везде не хватает. Какая безработица? Какие центры занятости? То есть, проблему дефицита кадров решили победить ремонтом в офисах. Вот получается, что. То есть, что результаты работы Ленара Хакимовна немного опережают ее деятельность. Или это вовсе не результаты? Или не ее результаты? Ну, в общем, непонятно совершенно, но однозначно понятно, что 760 миллионов рублей из бюджета Ленара Хакимовна, конечно, освоит. Пила в руках уже, как говорится, вспотела. Глаза горят и никакая пожарная безопасность в психоневрологических диспансерах, вверенных ей в заботу, естественно, ее уже не интересует. Вот эти 760 миллионов горят на горизонте огромными красными неоновыми буквами. По сложившейся традиции заслушали далее доклад об успехах какого-нибудь предприятия, чьи успехи никак не связаны с деятельностью Хабирова и его команды, но, тем не менее, как говорится, имеются. Благодаря невмешательству всяких Авзаловых и Шельдяевых компания Инман из Ишимбая уже несколько десятилетий вполне себе успешно выпускает краны-манипуляторы для нефтяной промышленности. Действительно, современное предприятие, действительно годная техника, годная продукция, стабильное потребление, Роснефть и австрийский собственник этого завода вполне себе обеспечивают сбыт потребления и так далее. И все было бы расчудесно у этого Инмана, но вот почему-то последние полтора года обострился кадровый голод. Ну, не идут ишимбайцы на среднюю зарплату в 92 тысячи на это высокотехнологичное и современное предприятие. Ну, странное дело. Даже странно как-то. Куда могли подеваться мужчины с хорошо устроенными руками? В Грузию, что ли, сбежали? Или куда? Не знаю. В общем, вот, все хорошо у Инмана, но проблемы с кадрами. Хабиров величаво пообещал найти кадры для Инмана, ну, примерно с той же самой уверенностью, как обещал для УМПО. Скоренько собрать целый полк токарей и фрезеровщиков. Ну, все-таки где-то у Радио Фаритовича припрятано 5-6 тысяч высококвалифицированных рабочих. Ну, не станет же он врать в глаза уважаемым директорам таких крупных предприятий. Завершал оперативное совещание Хабиров какими-то невнятными отрывистыми рассуждениями на очень разные темы. Сначала он сообщил, что он намерен изрядно потрудиться на следующей неделе на Всероссийской транспортной неделе в Москве. Вот, несмотря на этот ковид, да? чудесный ишимбайский ковид, излечаемый за три дня. Потом опять переспросил Толкачева, как там дела с утверждением бюджета 2024 года, и Толкачев опять прохрепел ему, что все равно только 24 ноября госсобрание перейдет к рассмотрению бюджета. Потом Хабиров вспомнил, что скоро Новый год, и что нужно готовиться, готовиться, готовиться. Попутно он сообщил концепцию своих целей задач. Цитирую, «Наша работа людям доставлять праздник». Конец цитаты. Ну, кто бы сомневался, Ради Фаридовича, мы давно уже поняли, что ваша работа это вообще праздник. Сплошной праздник для вас, иногда для нас, но чаще для вас. При этом сам Хабиров, потупив взор, обмолвился, что им, чиновникам, праздновать Новый год, как говорится, не с руки. И, видимо, не придется. Не положено. Совершенно непонятно почему. На том, собственно, совещание свернули и завершили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok